здравствуйте дорогие друзья у нас гостях андрей малахов флагман журналистики флагманского телеканала страны какой канал какая журналистика таков ее флагман андрей малахов здравствуйте здравствуйте учителя если не буду молчать и смотрите как звезда с звездой говорит должен к этому опидарному вступлению добавить только одну вещь если вы наберете в любой строчке любого поисковика андрей малахов любой поисковик вам тут же выдаст диета стиль спорт гламур тусовка и так далее то есть ни слова про духовный поиск но мы же прекрасно знаем что андрей малахов это московский университет с отличием андрей малахов от полтора года мичиганском университете андрей малахов это не в юному не в детском возрасте курса в частном порядке французского языка и так далее андрей мне хотелось понять как вообще как как совершают путь в метросексуалы номер один страны из города под названием апатиты я думаю что внутри каждого человека живет все равно другой человек его альтер-эго которая движет тобой и твой внутренний голос подсказывает что несмотря на то что ты родился в маленьком городе что за последним домом где ты живешь сразу начинается лес ты вырос для другой жизни ты должен переехать большой город ты можешь сделать карьеру ты смотришь телевизор и видишь любимых дикторов и думаешь а что же там вот за этим черно-белым экраном потому что когда я рос у меня был черно-белый телевизор и только последние четыре года у меня появился цветной и ты живешь этой мечтой ты визуализируешь эту мечту и однажды она осуществляется какая москва какие дикторы центрального когда в первый раз это почувствовали как я не знаю но у меня было три варианта развития событий вообще в моей судьбе я должен был быть либо переводчиком у михаила горбачева о причем мне нравилась эта история начал выезжать горбачев и везде показывают он за границей рядом с ним переводчик я думаю хорошо вот устроился переводчик да все то же самое как у президента только никакой ответственности кроме синхронного перевода но так как конкурс в нижнем новгороде а именно там готовит военных переводчиков такой закрытый факультет там мне сказали что никаких шансов у вас нет 20 мальчиков со всей страны если у вас нет волосатой руки до свидания в стран азии африки конкурс был 35 человек на место через дорогу факультет журналистики у меня были публикации в местной газете я подумал что если я не поступаю на журналистику есть третий путь это город калининград училище где готовит барменов на суда за гран плавание в принципе когда я рассказывал все это психологу он сказал что желание чтобы меня видели и бесплатные путешествия всегда были у меня в крови что президент переводчику президента состоишь на тебя все смотрят и ты бесплатно путешествуешь что журналистика у тебя бесплатные командировки по всему миру на тебя смотрят что бармен на тебя все смотрят у тебя еще чаевые и тоже бесплатные поездки если мы говорим про бармен на суда за гран плавание ведь вас же должны были гнобить в этих апатитах там одноклассники чтобы меня гнобили я не могу такого вспомнить все у нас достаточно дружный класс но было парочка таких отъявленных хулиганов которым безусловно не нравилось что я учился хорошо и была и смешная история одна поклонница написала мне письмо что она решила посмотреть такой город апатиты приехала туда значит поехала в местную гостиницу взяла такси и ее вез как раз один из этих пацанов и он не знаю что она приехала значит по местам боевой славы андрея малахова меда я учился на у меня есть ваше позволение своя версия в отношении только как андрей значит добился успеха дело в том что андрей обладает фантастическим умением выполнить журналистскую задачу любой сложности на андрея можно было положиться даже таких обреченных на карамель вещах как день победы 1 мая улица хромая тогда еще праздновали спасибо за теплые слова но мне кажется доля правды здесь есть сделают но сделают может быть на каком-то коротком этапе да потому что за время существования большой стирки пяти вечеров и пусть говорят у конкурентов уже открылось и закрылось огромное количество ток-шоу потому что телевидение это тот процесс как говорит наш начальник константин лавич армс это ежедневная сдача крови и если ты ходишь ежедневно ее сдаешь ежедневно приходишь в телецентр который засасывает тебя вечером выплевывает тогда есть результат тогда есть цифры они может быть чуть хуже они чуть лучше у этого то собственно мальчика из апатитов видимо благодаря в этом бесконечному просмотру черно-белого телевизора сложился в пубертатный период некоторый идеальный образ некоторый конечный результат журналистского выступления по телевизору вот возможно не зря ты просидел перед этим-то телевизором самым дмитрий прав потому что мне кажется что все кто хотят сделать карьеру на телевидении должны смотреть его много нравится тебе оно или нет как может человек вести программу где будет обсуждать как бейсбольная бита по избе летала сама собой кровавый письмена проступали такой человек должен был вести антропологию с каким-нибудь дебром обратить внимание что про бейсбольную биту показывали в новостях все информационные каналы это не было не только программа пусть говорят про семью где странная квартира где летала бейсбольная бита потому что милиционеры местного отделения милиции были свидетелями тому я вспоминаю этот эфир там приходит сын хозяйки этой квартиры во время эфира он был очень агрессивно выходит ну что вы тут она пристали к моей маме что вы здесь начинаете рассказывать и я естественно ему в этой же агрессивной форме что вы здесь нервничаете что если вам что-то не нравится и подхожу к нему все ближе и ближе когда наше расстояние становится меньше чем мы сами дмитрий редактор мне в ухо говорит я забыл тебя предупредить он сидел 12 лет и вышел неделю назад что за мотивация вываливать это все прилюдно они что надеются таким образом каким-то какое-то примирение найти зачем это им но с одной стороны примирение с другой стороны привлечение общественного мнения зачем алла пугачева пришла на программу пусть говорят когда у человека отчаяние и когда в использованы все рычаги но в реакции никакой нет единственное что тебе остается это прийти на телевидение и сказать об этом громко в надежде что общественное мнение может изменить ситуацию могли бы вы принять участие в аналогичной программе и так вот рассказать о своих личных проблемах смотря какая тема вот как у вас висят здесь совершенно разные вот и тебе звонят и говорят у нас сегодня программа там про про диеты да вам интересно или нет ты говоришь вам интересно про диету в принципе все уже и так понятно если ты там следишь и ведешь здоровый образ жизни коль уж вы обратили внимание на тему людей ну давайте сделайте выбор а мы затем продолжим ну давайте про закон бумеранга мне кажется это актуальная тема так надежда бабкина про закон бумеранга я желаю чтобы никто не оступался и не делала плохих поступках никого не оскорблял ни о ком не думал плохо никому не желал вреда потому что в тонком мире в котором мы сегодня живем он очень оперативный если раньше можно было на кого-то косо поглядеть то сдачи ты получишь спустя какое-то время потом начинаешь вспоминать за что мне это все а сейчас ты только посмотрел косо ты по башке получил ту же не успел отойти это о чем говорит о том что мы живем в таком мире что информационное поле очень сильно формируйте его позитивно и все вокруг складываться будет по-другому ну да в продолжение нашего разговора поступает с другими также как как ты хотел чтобы поступил это интересный нюанс мой однофамилия с геннадий петрович малахов он никогда не рассказывает про то что он делает каждый день а я наблюдал и мне кажется вот в этом рецепт как раз его здоровье и хорошего цветущего вида когда он идет по телецентру он здоровается с каждым человеком которого он встречает на своем пути и вот я заметил что это и подумал про то что это великая народная мудрость которую может быть не раскрывает никому потому что он всем желает здоровья дело в том что самое страшное что происходит на современном энергетическом уровне от того что выходят и пытаются соответствовать внешним проявлением позитивной энергии как например одна знаменитая балерина говорит я выхожу на ван сцену и дарю радость людям кому же это непонятно знаешь от того позитивной энергии в мире не больше андрей здесь есть вопрос в этом законе бумеранга неких пределах ответственности то что называется приличным журналистом если такое понятие сохранилось он например не будет сливать компромат на семью да на детей на жену то что не имеет отношения героя хотелось бы знать вашу точку зрения но вы понимаете что к моей границе определены не только моей точкой зрения есть огромное количество руководителей которые при теме которые могу предложить да они сами решат можем показать эту тему или не может вы со всеми решениями руководства всегда согласны я слишком долго нахожусь на телевидении и видел огромное количество настоящих телевизионных динозавров монстров которые так говорили и я знаю просто где они сегодня поэтому мне кажется что как раз лояльность компромисс и умение слушать решение руководства одной из важных составляющих черт сегодняшней современной журналистики так андрей были темы которых вы отказывались безусловно острая тема и которая бы имела большой резонанс это тема с актером галкиным мне кажется она актуальна и поднимает с этим с пистолетом с пистолетом да что может что могут делать звезды шоу-бизнеса и что они не могут сделать любой поступок он не происходит сразу всегда есть какие-то предпосылки и какие-то звонки которые говорят о том что это может произойти жизнь это как работа над ошибками если ты не прошел этот тест хорошо судьба подбрасывает тебе эту ситуацию еще раз но в другой форме и мне кажется что какие-то не сделанные домашние задания были уже в жизни актера галкина так а что это этой темы вы не коснулись пусть говорят или этой темы мы не коснулись потому что решили что это слишком личное в родители не хотели говорить так что как-то вот эта тема не прозвучала андрея вашей жизни какой работой над ошибками вы гордитесь больше всего вот эти вы можете посмеяться а некоторые в это не поверят но мне кажется что борьба с тщеславием я с этим борюсь и считаю что например там артисты или люди шоу-бизнеса я не ездил в метро никогда знаете начинают рассказывать эти истории которые меня больше всего раздражают и я не могу понять если ты журналист на если ты относишь себя к профессии часть которой понимать о чем думают сегодня простые люди и обслуживать их то ты должен жить их жизнью спускаться в метро когда у вас метро то ездили недели три назад и в не в час пике они не баллы общественность но ехали вот так вот раздавая автографы нет 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 я не одеваю темные очки потому что и чем больше ты маскируешься тем больше ты привлекаешь себе внимание а когда ты стоишь в обычном виде то народ разглядывает тебя думает ты это ли не ты а что же вы в метро спустились вот это тоже метро тоже быстрее и удобно потому что быстрее по прямой и всегда можешь рассчитать что время минуты ты уже на месте и не нужно париться с паркингом андрей за что вам в вашей жизни было стыдно что мне было стыдно мне кажется мы должны уйти на рекламную паузу чтобы дать мне подумать вот андрей безгранично одаренный человек но у него есть только одна вот с моей точки зрения мешающая ему особенность он по-настоящему неистово очень искренне любит знаки успеха в чужих судьбах не только в своей он из всех из всех кто сейчас перед ним выберет прежде всего самого успешного это кстати вот особенности когда-то помешает тебе достичь по-настоящему высоких рубежей меняется моды так меняется и пристрастия или это не обвинение а наоборот в этой энергии успеха есть для тебя эзотерический сакральный смысл но я думаю что дмитрий прав но мне кажется что здесь заключается как раз журналистский интерес понять почему этот человек сегодня на гребне успеха так наверное кажется мне что когда ты общаешься с людьми которые сегодня на гребне волны и успеха ты узнаешь их секрет и это помогает тебе дальше причем если ты хочешь быть на волне успеха ты должен быть постоянно в этом информационном шуме и если возьмете всех успешных в кавычках успешных на первый взгляд персонажей шоу-бизнеса сегодня то вы поймете что многие из них не спели ни одного хита за последнее время многие из них ничего не сделали но они целенаправленно планомерно разными способами создают вокруг себя правильный информационный вот это должно вызывать презрение фуршетный планктон телевизионный планктон но сегодня все решают деньги сегодня ну все решают деньги не все но согласитесь многое поэтому молодежь думает что деньги это главное сейчас уже руку на сердце положение нет я бы ответьте ответьте у нас про деньги есть нет есть про подлость так андрей ну правда так так про что вы хотели про подлость или прошло ну давайте про героев то что мы видим вот с глянца то что мы видим с телевизионных экранов там все эти передачи там типа дом там и так далее это конечно не герой нашего времени это позор наше время и большинство тех имен которые сейчас произносятся как имена героев нашего времени я просто не произношу из брезгливости потому что это просто сказать такие вот и в нравственном да иногда и физическом просто какие-то антигигиенические люди и то что их навязывают всей стороне это конечно кошмар и позор вот на мой взгляд у нас есть сегодня такое коллективный положительный герой в такой вот гривей нашего времени это наша так сказатьそんな сказать бойцы и офицеры которые за смешную зарплату за смешную погибают так сказать сохраняя наши рубежи у них зарплата несколько раз меньше чем у скромного банковского менеджера они так сказать погибают это конечно так сказать там учителя которые за смешную зарплату продолжают удерживать это пространство просвещения в стране. Это, конечно, врачи, которые в сельских больницах продолжают лечить абсолютно безденежное сельское население. И жалко, что их имен мы не знаем, и я боюсь, к сожалению, не узнаем. Хотя страна наша уцелела в 90-е годы и начинает расправлять плечи сейчас именно благодаря им и вопреки тем, кого показывает телевизор. Молодой, по крайней мере, не читала ЧП районного масштаба, который написал в своем Юрий Поляков. Андрей Малахов читал 100%. Да, и даже одно из первых интервью на факультете журналистики у меня было с Юрием Поляковым. Так сейчас-то как вы с вашим бывшим интервьюируемым согласны или нет? Ну, мне кажется, что и среди тех, кто узнаваем, есть настоящие герои. И честно вам скажу, что, наверное, актер, с которым бы мне хотелось встретиться, поужинать и поговорить, я понимаю его занятость. Актер или герой? Актер и герой нашего времени Константин Хабенский. Для меня он герой. Хабенский, когда гастролирует и к нему обращаются к матери больных детей, за свои деньги привозят их в Москву, они живут у него в квартире, он устраивает их в больнице, при этом, естественно, он ничего не афиширует, ищет сам друзей, спонсоров и помогает больным детям. Понимаете, Андрей, при всем уважении к Хабенскому, герой, тот, кто совершает поступки, выбирает между, скажем, совестью и карьерой, между чувством и долгом. Сегодня я рассказывал к вашему редактору, которая настоятельно меня звала на этот эфир, я ей сказал, вы знаете, ко мне в гости приехала девушка, она здесь будет три дня в Москве. Я говорю, понимаете, вы ставите меня перед дилеммой, или моя личная жизнь, или в очередной раз шоу-бизнес, в который вы меня просто вовлекаете и втягиваете. После 20 минут разговора, знаете, мне иногда легче просто отдаться и сказать «да», чем объяснять, почему это невозможно. Тяжелейший долг. Вы говорите про Константина Хабенского, очевидно. Вы просто взыскуете цельных личностей, чтобы и на сцене, и на экране, а и в жизни бы, это был бы один и тот же человек. Вот это, наверное, имеется в виду. Вот что имеется в виду. Конечно, чтобы я понимал, что когда камера выключается, или когда занавес закрывается, эти люди не менялись и были для меня примером. А чем дольше я живу в Москве, тем все меньше и меньше людей, скажем так, попадает в категорию моих героев. А больше правильно выстраивают промо. Цельная натура обязательно имеет созидательный доктрин. А у тебя она есть? Я знаю только одно, что в отличие от многих ведущих, которые работают сегодня в эфире, наверное, одна из главных особенностей моих, то, что я люблю людей, которые приходят ко мне в студию. Честно, кто-то может не поверить в это, но я люблю их смешных, немытых, немодных, провинциальных, откровенных, честных и не очень честных. Но когда человек приходит ко мне в студию, для меня внутренне это родные люди, которым мне, безусловно, хочется помочь. Я вот поймал себя на том, что вы занимаетесь частной жизнью огромного количества людей, а о вашей частной жизни практически ничего не известно. Чем занимаются родители? Часто ли вы с ними видитесь? Ну, вы знаете, моя мама стала героиней светской хроники, хотя она избегает вообще любых публичных появлений. По Москве ходит в 50 метрах от меня, чтобы никто ее, не дай бог, не сфотографировал. Ей здесь надавали по голове, как она возвращалась с воскресной службы. В каком смысле? Ну, как, в субботний вечер 1 августа, или там 2-го, я сейчас уже не помню, в Покровский бульвар, в 8 часов вечера. Подростки дали ей по голове, и она ощутилась в отделении милиции. А не знали, что это? Нет, она не знала. Нашла, одна возвращалась. Как ты об этом расскажешь легко? Как это, подростки? Нет, ну я сейчас рассказываю об этом легко, потому что прошло время... А тогда было не до смеха. А тогда было не до смеха, потому что я уехал отдыхать, и мне звонок на телефон, говорят, здесь в отделении милиции, женщина, которая говорит, что она ваша мама. Ничего себе. Понятно, что они тоже думают, не в психушку ли отправить женщину, которая говорит, что она мама Андрея Малахова, вот он, да, придя в себя. Вот. Что вы сделали? Мне кажется, что... А? Вы вернулись из отпуска? Да, я вернулся из отпуска, конечно. Я считаю, что при правильном пиаре никто не должен ничего знать, и чем меньше знает про твою личную жизнь, тем лучше. Почему? Мне кажется, что лучше, когда публика сами дорисовывает, придумывает, кому надо, видит свои образы Андрея Малахова. Такое нарисовала, право, что придумывала. Конечно, правильно. Пусть все думают, что... Эти думают, что он с девочками, эти думают, что он с мальчиками, эти думают, что он с козочкой, эти думают, что... А он учится, учится, учится французскому, на самом деле, как Владимир Владимирович. Поэтому вот, мне кажется, что все должны быть счастливы, и все должны видеть тот образ, Кто это, девушка, которая на три дня прилетела к вам выпить? Они хотят. Почему я должен говорить вам, кто это, девочка? Просто девочка приехала посмотреть «Москву». Видите, если вы это сейчас не скажете нам, за вас это придумают, те 20-летние лоботрясы, газеты придумывать про вас. И причем, как ни странно, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но именно бульварная пресса сегодня, скажем так, дает толчок и направление всей остальной журналистики, которая существует. А вы понимаете, что вы тоже печатаетесь на той же самой бумаге, на какой печатался Коротич со своим журналом в годы перестройки, когда каждая заметка способна была перевернуть умы, ну, миллионам десяти. Вы понимаете, что вы печатаетесь? На той же самой бумаге, на какой, ну, и Гоголь было печатался. Бумага ведь с тех пор не менялась по формуле. Вы же пополнили ряды вот той же самой желтой прессы. Но все-таки издательский дом делает успешный коммерческий продукт. Когда ты хочешь тираж, по последним данным, тираж журнала 570 тысяч, то, конечно, ты должен играть с публикой... У вас 570 тысяч. Я жутко извиняю. О каком журнале речь-то идет? Это такой журнал, где заметки ни о чем, зато обаяние превеликого. Журнал безобидный, ну и бессмысленный, к тому же. Понятно. Единственная задача которого... Нет, он мог бы быть обидным. Он мог бы быть обидным. Но, поймите, я все-таки отношусь к той категории журналистов, которые понимают, что моя жизнь в этой сфере не на 10 дней, да, и не до первой зарплаты. Поэтому к вопросу об этике, да. Вот приходит девушка. Она говорит, я готова рассказать вам эксклюзив. И она говорит, я только что рассталась с известным телеведущим, готова вам все рассказать, как было. И я думаю, вот опубликовать ее воспоминания и испортить тебе отношения с известным телеведущим, или все-таки сказать ей, слушай, ну, мне кажется, есть для этого другие издания, иди и попробуй продать свою историю туда. Ну, конечно, я выберу хорошее отношение с известным телеведущим, чем публикацию мемуаров очередной девушки. Понимаете? Поэтому, конечно, я знаю даже, как, может быть, сделать тираж полтора миллиона. Но я понимаю, что если ты хочешь быть успешным и жить в этом городе, и нормально дышать, то нужно хорошо относиться к людям. Филок притуши, понятно. Андрей, ну вы же в такую область торглись. Нет, потому что вам надо было публиковать эти мемуары, сидели бы мы сейчас здесь с вами. Нет, нет, вот и надо было. Ну, видите ли, эта область такая. Ну, что ж поделаешь? Ну, нельзя же попасть в бордель и, знаете, не всем давать. О, нет, я вместе с мадам. Выберите-ка вы себе публичную библиотеку. Дмитрий, ну вы же были на Рублевском шоссе в каком-нибудь из ресторанов. Там по половине ресторанов сидят девушки, которые практически из этого борделя, но они не всем же дают, они же выбирают, понимаете? Ах, вы хотели бы остаться честненькой. Андрей, скажите, пожалуйста, ведь Полякова вы читали, Хемингуэя читали, Аграновского читали и так далее. Ну, ведь логично предположить, что человек, который так начинал, сейчас должен, ну, читать, ну, как минимум, Ричарда Докинса или Сэмюэла Хаттингтона. А вот что вы читаете сейчас? Нет, я не могу вас порадовать этими именами. Последнее, что я прочитал, это австралийский писатель, проданный какими-то миллионными тиражами, «Смерть супергероя». Роман про мальчика, который умирает от рака, рисует комиксы, и через эти комиксы пытается разговаривать всему миру о том, что его волнует. Ну, он девственник, ему 15 лет, и он пытается... Ну, такая интересная психологическая история. Я купил, потому что только бестселлер в Австралии. Скажите мне, ваши реплики все-таки рисуют некоторый свод убеждений. Не могли бы вы сейчас изложить источники таких убеждений? Ну, хотя бы, что вы наиболее влиятельного прочли в за юность, ну, помимо, конечно, австралийского бестселлера? Вы хотите сказать 10 книг, которые я рекомендую прочитать? Я бы так сказал. 10 книг, которые я буду прочитать каждому молодому человеку, который приехал в Москву и хочет достичь здесь успеха. Я думаю, что здесь должен быть немножко Бунин, немножко Чехов, немножко Гоголь. При этом они должны обязательно прочитать, конечно же, там, Сорокина, Пелевина, как минимум одну книжку Донцовой из ее ста, потому что... А ее-то зачем? Ну, поймите, если вы журналист, если вы хотите знать, чем дышит общество и почему ее книги раскупаются миллионными тиражами, не читав Донцовых, как вы можете сказать, что это плохо? Четыре автора названо пока что. Я бы обязательно включил сюда Альмадовара. Из Американцев, я думаю, что... Преступление и наказание. Из Американцев? Драйзер, я думаю, что да. Что... Это актуальная книжка для сегодняшнего дня. Из английской литературы Шекспир и из современных Фрай. Я все жду, когда Андрей Николаевич Малахов в этом кругу прозвучит. Я первую книжку опубликовал на бумаге, которая из макулатуры сделана, чтобы ни одно дерево не пострадало. Поэтому вы должны понимать, как я отношусь к своему литературному творчеству. Писали между структурами. И вообще к твоей персоне в этом мире. Зачем писать, если не можешь порекомендовать в числе 10 книг, которые должен прочесть каждый? Ради денег? Нет. Потому что я считаю, что моя книга это книга хорошего настроения. Это книга для самолета, для пляжа, для дороги. Я, если честно, конечно, не плевал в вечность. Я просто пытался создать хорошее настроение людям, которые хотят, а, узнать чуть больше про современное телевидение, и б, понять, какими способами можно сегодня достичь успеха в большом городе. Как этот успех? Отлично. Вот прилип. Что такое успех? Вы уже поняли мою ахиллесовую пяту. Андрей, что такое успех? Видите ли, какая вещь. Ваша ахиллесовая пята, знаете, нас меньше всего интересует с медицинской точки зрения. Вы с ней, в конце концов, и проживете. Дай бог, чтобы туда, в конце концов, и не выстрелил. Уродливый карлик времени. А что же вы сели-то? Подсели, главное, к письменному столу, к святому месту, откуда и Гоголь свой длинный нос покажет, из-под того же листа, на каком он сам-то и писал. Бумага мало с тех пор поменялась. То Пушкин, конечно, вылезет. А он сел и написал, здрасте, пожалуйста. Как же это можно так себя сказать? Знаете, я вообще-то и только затем ее напишу, чтобы подлататься. Но я же не пишу каждый месяц новую книгу. Таковы вот интересные мотивации, хоть первые даже. Оказывается, так просто позабавить. Ведь капитализация всего галопа это и есть деньги, которые получает ведущий, а вы еще, небось, на корпоративах подрабатываете. Зачем вам деньги? Странный вопрос, конечно. Деньги дают какую-то свободу. Знаете, вот у Юрия Антонова у него есть такой план советского периода, когда он дает три концерта в месяц, зарабатывает свои деньги, сидит на даче с кошками и счастлив. И дальше, если даже ты будешь предлагать ему огромное количество денег, он никуда не пойдет, потому что в этот месяц он уже дал свое количество концертов и он уже заработал деньги, которые ему достаточно для счастья. и которые дают ему определенную свободу. Вы хотели бы так же? Я считаю, что это совершенно правильный вариант, потому что когда сегодня огромное количество артистов, ведущих, музыкантов мечутся по стороне, пытаясь заработать какие-то деньги, которые им уже не нужны, потому что они не сделают их ни счастливее, ни богаче, потому что они уже все, что можно, получили. Это все как раз от Лукавого. Андрей, для чего вам деньги? Где ваши дачи, где ваши кошки? Дачи у меня нет, у меня есть хорошая квартира в центре Москвы, и в принципе деньги не играют для меня той роли, которая может вам показаться. Главное, что движет к мной, это желание успеха, может быть, иногда внешнего, чаще всего делающего меня внутренне несчастным, но, наверное, да, это какая-то такая вот... А вот то, что про вас пишут, что квартира напоминает просто номер в отеле, говорит, что вы помешаны на этой гостиничной стерильности, чтобы ничего лишнего. Это правда, потому что я сижу, если честно, и думаю, как протереть вот этот заляпанный стол уже последние минут двадцать, эта мысль... Зачем же вы его запачкали, что нужно теперь протереть? Не знаю, зачем ты его заляпал, а теперь, я думаю, чем бы его тут протереть, чтобы я сидел спокойно. Так, а сейчас примут за аллегорию жизни. Так, так откуда вот это желание? Я даже не знаю. Действительно, так мало предметов? Нет, но предметы есть, но я просто ничего не разбрасываю. Уборщица проводит больше времени в моей квартире, чем я сам. Ну, так слушайте, здесь же в России невозможно же навести чистоту? Не знаю, мне кажется, что все зависит от тебя. Если ты, не знаю, договариваешься с уборщицей, и она убирает в своем подъезде каждый день, то в твоем подъезде чисто. А вы договаривались? Я договаривался, да, и у нас в подъезде чисто, у нас в подъезде сделан. Не евро-ремонт, ну, хороший чистенький ремонтик, чисто стоят цветочки, и мне кажется, вот главная задача, вот Дмитрий говорит, какая ваша миссия? Я вообще думаю, что моя миссия, может быть, облагородить свой московский двор. Честно. Сделать хороший зеленый уголок в центре Москвы. Мне кажется, вот это вообще моя центральная задача. В этом году мы пытались вырастить, у меня там стоят поклонницы, я говорю, девочки, что вы здесь стоите? Говорю, займитесь лучше делом. Говорю, посадите плющ. В итоге дал им денег, они пошли, купили плющ, и правда у нас там не вся стена, но пол стены за это лето вырос плющ. А я про миссию-то и не говорил, но Андрюша выловил это слово довольно с победой. Да, я действительно и настолько идиотичен, что полагаю, что телеведущий вот твоей популярности действительно миссионер, он должен быть таким. Ну что ж, пойдем, если за 70 лет тут вытеснена церковь, а вот ее место в качестве главной формы самосознания нации является телевидение. Вот эту миссию ты как-нибудь для себя определяешь? Нет, я уверен, что у каждого человека есть своя цель и своя миссия, которую он должен здесь осуществить. Я не говорю, что это должно быть что-то сверхъестественное. В какую-то секунду, когда меня разыграли в программе розыгрыш, где я бегал с факелом, пытался нести олимпийский огонь, ведь никто не догадывается, что я все это делал и безропотно выполнял все указания тренера на стадионе, только потому, что до этого я уже сдал огромное количество анализов, подписал огромное количество бумаг, собрал характеристики для того, пронести по-настоящему олимпийский огонь. И в какую-то секунду я подумал, что может быть я вообще родился только для того, чтобы пронести олимпийский огонь. Это может быть вообще смысл жизни, для чего я появился здесь. Вот эти три минуты с олимпийским огнем. И я нес этот олимпийский огонь по-настоящему. Честно. Это называется акцентуированная личность. Что? Акцентуированная личность. Да, демонстративного типа. Надо сказать, что из всех демонов это нравится мне больше всего. А вот акцентуированная личность это та, которая подвержена демону славы. Так для того, чтобы завоевать ее, приходится быть, научиться быть полезным. А как ее еще завоевать? Надо же быть полезным большому числу людей. Вот же какая штука. Но мне кажется, что можно быть полезным по-разному, но нужно научиться получать удовольствие от того, что ты видишь, как радуются другие люди. И мне кажется, вот от процесса, когда ты видишь улыбки, благодарные в глаза гостей, когда люди, с которыми ты работаешь, ты видишь какую-то реакцию с их стороны, мне кажется, вот это самое важное. и вот от этого, я думаю, что ты можешь получать больше удовольствий. надо же смотреть, там главный метросексуал страны, у него там такой маникюр. У него такая маникюр. Маникюра никакого нет. Я прячу от вас все, что можно. Вы что, не настоящий сеньор, который должен, но я вне два часа в неделю проводить маникюром. Так вот, все-таки, скажите, пожалуйста, от каких вещей русские мужчины, с вашей точки зрения, должны избавиться? Ну, российский. Мне кажется, что это касается не только мужчины, но и женщины. В принципе, это сложно перенять хороший западный опыт, потому что не во всех населенных пунктах есть горячая вода. Мне кажется, наше общество изменится, когда мы научимся два раза в день принимать душ. Честно. Я даже думаю, что это может стать национальной задачей. Трагедией. научить россиян два раза в день принимать душ. Это, мне кажется, залог чистоты нации. И я прямо даже вот, если бы сказали, что сделать вот такое национальное движение, принять душ два раза, я бы даже его... Возглавил? Ну, возглавил, наверное, времени нет, но прямо был бы активным участником. А вот по поводу ухода за внешностью, ведь многие до сих пор вот так вот вибрируют, да? Как там быть? Должен ли... Может ли себе мужчина в возрасте между 35 и 45 вколоть первый раз ботокс? Вон, вы не вкалывайте, есть мимические морщины, вижу. Да, вот еще раз продемонстрируйте. Те, кто знает, тебе поехали. В возрасте нашли. В возрасте. У вас были комплексы, связанные, вот как ухаживают за своей внешностью? Что можно... я думаю, что у меня были комплексы у подростка, потому что первый, скажем так, западный журнал, который я видел, это был тысячестраничный каталог Отто, и я думал, ну вообще, вот как же так, да? Они там все такие красивые, и тут ты такой... Стрижки. Потом я понял, что, конечно, фотошоп вещь великая, да? И, кстати, сейчас во Франции, вы слышали, они приняли решение, что журналы должны писать на первой странице, что эта обложка сделана с помощью фотошопа, чтобы подростки не имели психологических проблем, глядя на красивые лица знаменитостей. Минздрав предупреждает. Минздрав предупреждает. Здесь использовали компьютерную графику. Так. Чем дольше я нахожусь... Какие комплексы-то были? Нет, во-первых, комплексы были такие, что родители считали, что мне не нужно бриться как можно дольше. И я приехал в Москву с совершенно дурацким вот этим подростковым пухом над верхней губой и ходил, наверное, так еще полтора курса, когда понял, что уже нужно начать бриться и нечего быть дураком. Потом я, в принципе, понял, что главное это заниматься спортом. Телевидение – это процесс достаточно странный. Ты делаешь интервью, ты приглашаешь какого-то человека, тебе кажется, что это вопрос, который ты задал или ответ, который ты получил, это самое главное. А потом люди тебя встречают и говорят, вам хорошо, когда вы не бритый или какой у вас сегодня был пиджак. То есть все смотрят на что-то другое и не обращают внимания чаще всего на главный смысл, который, кажется, тебе ты несешь. И понятно, что мне приходится заигрывать, менять оправы, очки, быть в каких-то тенденциях, но это чаще всего происходит для эфира. И запомнить выражение «быть в какой-то тенденции». В каком возрасте вы первый раз влюбились? Если, конечно, было. Первый класс. Первый класс. Это, наверное, где-то февраль месяц, потому что я помню, что на 8 марта я подложил в портфель Оли Петровой альбом с марками, куда положил 4 марки с бабочками. Не спрашивайте меня с Олей Петровой. Я не встречался после третьего класса, она ушла в другую школу и принципиально не буду этого делать, чтобы... А как вы решали эту проблему, которую... Ром Трахтенберг хорошо говорил, сначала меня не любили, потом я был страшный, а потом стали любить, потому что я Трахтенберг. Но в отличие от Трахтенберга всегда, видимо, были очень милым молодым человеком. Но вот смотрят не на тебя, а смотрят на того самого Малахова. Все вокруг. Заметьте, Трахтенберг понял главную тенденцию. Ты должен быть первым в чем-то. Он понял, что никто матом до Трахтенберга не ругался в эфире. И он замечательно уловил эту фишку. В этом как раз и проблема современного шоу-бизнеса. Ты в чем-то должен быть первым. Я про любовь, а мне про проблемы шоу-бизнеса. А вот это и есть главная проблема шоу-бизнеса. Что в чем-то? Все равно в чем, все равно как, но первым. А вот это и проблема. В чем угодно. Вы сталкивались с типом девушек, которые прицельно охотятся за вами? Фантастическая история про девушку, которая, бронируя места в самолетах, спрашивает, давая взятку в 50 долларов, девушку на регистрации, назвать ей фамилии всех мужчин, которые летят этим рейсом, и чтобы ее посадили рядом. Да ладно. И это, оказывается, целая тенденция мне рассказать. Быть первой. Любыми путями. Любыми путями. Успех. А еще какие там методы? Значит, история про официантку из ресторана, в доме, в котором я живу. В ресторан приезжает Рамзан Кадыров. Она подходит к нему и говорит, я ваша такая большая поклонница. Он говорит, да ладно. Она говорит, посмотрите, открывает кошелек, и там его фотография. Он говорит, подарите ей машину. И отдает ей ключи от машины, и она получает подарок машины. Естественно, что все девушки, которые работают в ресторане, у них у всех есть фотография президента Чечни. А мои редакторы, когда я им рассказал эту историю, сказали, что они даже готовы сделать татуировку с его портретом на спине. Вам уютно пребывать даже не в состоянии, насколько я понимаю, холостяка, а в состоянии, когда я один живу. Вы должны просто понять мое состояние, у которого ежедневный эфир на протяжении последних восьми лет. Поэтому, когда я прихожу, ну, сегодня уже, мягко скажем, будет достаточно поздно. Никто так не утешает, как жена. Ну, и кошка. Собачка. Ничто не радует так, как тишина в квартире. Андрей, вы чаще обжигались в близких отношениях, или вот все счастливо складывалось? Обжигался. Что, может, про зачарование спросим у Димы Маликова? Ну, так... Про зачарование? Ну, Ну, давайте про Диму Маликова. Там у нас целая линейка, условия жизни. Вы должны все это пройти еще? Да, и так до утра. Нет, вас умоляю, слушайте, просто... не обязательно. Спортзал? Ночная смена? Пустой бассейн, очень удобно. Давайте посмотрим Маликова, потом еще есть последняя... О, Маляй, у меня просто уже тут все... Да, сейчас напишу. Последние 10 тысяч ведера, золотой ключик наш. Там Маликов поразочаровать? Я вот не могу забыть, когда мне исполнилось 22 года, вдруг у меня, так сказать, произошло, произошел, так сказать, первый спад моей волны популярности. То есть я вот с 18-21 года, вот достаточно было просто написать на заборе фамилию, и сразу собирались в дворце спорта. Это так длилось три года. А потом, вдруг раз, и этого не случилось, то есть стало уже трудно, народ стал более придирчивым, появились новые какие-то герои, и я думаю, ну, я был в полной уверенности, что всегда так будет, но это такой юношеский максимализм. И вдруг этого нет. Я был очень разочарован, но взял себя в руки и смог найти в себе силы творческие, и потом был второй виток, третий, надеюсь, еще будут витки моей, так сказать, удачной работы на эстраде. Чаще всего приходится разочаровываться в людях, но с годами все реже и реже это происходит, потому что ты все больше и больше понимаешь. Чем больше я, знаете, такая тоже есть умная мысль, что чем больше я живу среди людей, тем больше чувствую себя одиноким. Ага. Андрей, я понимаю, что вы сейчас набрали Зая, я задерживаюсь, даже здесь. Этот Гузин с Дебровым сошли с ума, извини. Нет, я действительно масло в холодильнике что-то похожее набрал, но ключи у соседки два раза в неделю Рыжий Иванушка радует меня рассылкой анекдотов, я у него в списке, и свежий анекдот от него. Оказывается, большинство немецких порнофильмов основано на реальных событиях. Андрей, а все-таки что помогает бороться с депрессиями? Ведь бывают, да? Я думаю, что спортзал, сон 8 часов отлично подходит, и резкая смена картинки вокруг. А вот публичное одиночество, о котором Маликов сказал, вам близко? Наверное, здесь Дима немножко лукавит, потому что он бы мог еще собирать и собирать стадионы, залы, но опять же, это история четко среднего возраста, который спрашивает себя, а хочу ли я вот ездить по неустроенным гостиницам, давать концерты, когда можно комфортно жить в Москве, наслаждаться жизнью и два раза в год давать какие-то концерты. Все зависит от внутреннего состояния человека. Кому-то в 40 лет уже ничего не хочется и хочется просто отдыхать и радоваться жизни, а кто-то не знаю, до 50 горит, ему что-то хочется и он считает, что он еще чего-то может достичь, сделать, покорить. Пусть это даже будет видимый успех, но просто у всех в разное время пропадают желания, мне кажется. Я вам предлагаю, есть 101 вопрос, но как всегда первые 15 в виде блиц можно быстро отвечать короткие вопросы. Не возражаете? Ну, давайте. Да, а то придется на ходу. Дмитрий, вы загрустнули. Ничего, просто до 50, до 70. Что в окружающей жизни? Я могу сто раз сделать пресс, я могу делать и отвечать на каждый вопрос. А жмете-то лишь сколько? 110 могу легко. Плохо. У меня пока еще далеко, давно не ходил. Итак, что вас в окружающей жизни больше всего бесит? Равнодушие окружающих. Когда вы последний раз плакали? Четыре дня назад на программе. Когда вы первый раз в жизни напились? Наверное, 21 год в Америке. Блондинки или брюнетки? Цвет не имеет рак. Гум и лицом. И гум и цум, третяковский проезд. Какое свойство женщины вас приводит в ярость? Разговоры по телефону больше четырех часов. А что вам больше нравится в тусовках? Я же переложил сидел. Нравится, что за короткое время можно увидеть, если это правильная тусовка, большое количество людей, сконцентрировав в одном месте. Мне нравится то, что все очень фальшиво. Еда, которая вам поднимает настроение? Хорошо сделанные пельмени. Страна, где вы хотели бы отдыхать? Отдохнуть. Австралию, но для этого нужно какое-то время, чтобы туда добраться и отдохнуть. Вы скорее романтик сейчас или скорее циник? В жизни я романтик. Пожалуй, у меня последний вопрос. Если вам поставят памятник при жизни, то что на нем должно быть написано? Я думаю, что лучше не памятник, лучше построить детскую площадку. Дмитрий Александрович. Конечно. Вообще вся эта программа посвящена тому, что крайне пагубно брать в руки каталог Отто в 10 лет. Пожалуйста, если у вас есть дома такие каталоги, немедленно, и маленькие дети, немедленно убедитесь, что они находятся в недоступных для них местах. Вообще, Андрей, вот, например... Или обязательно вырвите страницы нижнего белья. Но надо пожелать Андрею как можно более долгого успеха. Вот это очень важное замечание про то, что жизнь не 100-метровой дистанции, и тогда нужно пожелать еще и СИЗ время. Так, Андрей Николаевич, ваше заключительное слово. Я даже рад, что пришел сегодня к вам, честно. Слово даже нас обоих обрадовало. Нет, я вам сказал причину, по которой я сомневался. Потому что тот психоанализ, который я получил сегодня, здесь на программе, он даже глубже и ярче, чем программа доктор Курпатов, на которой я был три года назад. Спасибо всем, кто нас смотрел. Андрей Малахов был временно доступен, телефон ни разу не звонил, я потрясен. Дмитрий Дебров и Дмитрий Губин были с вами. Удачи, время спокойно, идите, выдирайте страницы с каталогов с картинками, которые соответствуют вашему текущему настроению. Всего доброго, до свидания. Да, это как называется, это бокс на канатах, да, вот когда припирают. Почему бокс? Этим грудем. Что же это за жилка такая? Ну, в интернете. Что вы там с этим припишите? За миллион? с этим с этим с этим разговаривайте. Продолжение следует...